Библейский портал экзегет.ру представляет Слабое утешение, когда Иудея разорена, но все-таки О Моаве Так говорит Господь воинств, Бог Израиля Он его, горе ему, он разграблен Нево это город в Моаве Моав, одна из соседних областей Дальше там упоминается несколько других городов Опозорен взят Кирьятайм Опозорена разрушена крепость Погибла слава Моава В Хижбоне против него замышляют зло Пойдем уничтожим это племя И ты, мадмен, погибнешь Ну вот тут еще такая есть игра слов Город Мадмен Мы не знаем точно, где он был Потому что больше он нигде не встречается Слово похоже на глагол погибнуть И ты, мадмен, погибнешь Меч тебя настигнет Плач из Харанаема раздается Грабеж, разгром великий Опустошен Моав, его дети малые летают Рыдают На подъеме к Лухиту не смолкают рыдания На спуске Харанаема слышны горькие Скорбные стоны Бегите, жизни своей спасайте Будете вы подобны колючему кустарнику в пустыне Ибо на дела свои сокровища вы уповали Потому и попадете в неволю Ну вот, смотрите, здесь идет речь о язычниках То есть говорить об их неверности Господу Просто не приходится Но можно говорить о том, что Люди уповали на свои дела Значит, наверное, они должны были искать чего-то большего То есть к язычникам требования другие Но в ту же сторону, в том же направлении Отправится Кимош в изгнании жреца его и вельможа Кимош – это божество, главное божество майоветян Ну и, соответственно, в Вавилоне, не взяв Моав Вероятно, статую богов их унесут к себе Грабитель придет в каждый город Не спасется город, погибнет долина, опустеет равнины Ибо так сказал Господь Солью Моав посыпьте, будет он уничтожен Города его станут в пустыне, и жителей в них не останется Проклят, кто о деле Господа не радеет Проклят, кто меч не обогрит кровью Ну и, соответственно, разорение Моава – это не просто нашествие Это тоже дело Господня То есть все эти страшные события, они имеют свою причину Эта причина прежде всего в, ну мы скажем, в гневе Бога Хотя слово «гнев» – это тоже обозначение эмоций В некотором замысле Бога о том, что происходит здесь С юных лет был Моав безмятежен, как вино, что покоится над осадком Да, вот такое вино, когда закончилось брожение, там вниз выпало осадок А вино, собственно, то хорошее, что нужно пить Оно спокойно уже после законченного брожения Из сосуда в сосуд его не переливали Если перелить, может заново брожение начаться Попадут какие-то микроорганизмы В плен не угоняли, и вкус его оставался прежним Не менялось благоухание Вот нам маленький рассказ о практике хранения и использовании вина в древнем мире «Потому дни настанут, говорит Господь, когда я пошлю вина черпев Они его выльют, опустошат сосуды, разобьют кувшины» Вот тоже красивый яркий образ Страна, как вино, которое налито в кувшины И оно там спокойно в закупленном кувшине остается Но кувшин разобьют, вино выльют Посравлен будет Муав из-за Кимоша, того самого божества Как Израиль был посравлен из-за Байтела своей надежды Интересное сравнение, Байтел – это город к северу от Иерусалима В котором, ну или в Эфиль, в старых переводах В котором действительно был свой культ Он связан был еще со странствованиями Иакова И вообще Байтель – это дом Бога И можно так понять, что здесь некое языческое божество Которое почитают в этом самом Байтеле Ну и маавитяне почитают свое языческое божество То есть происходит примерно одно и то же Напрасно вы говорите, мы сильны, мы воины, могучие в битве Разорен Муав, города его взяты Юноши лучшие пошли на заклание Говорит царь, чье имя – Господь воинство Близка погибель Муава, спешат к нему беды Плачьте о нем, соседи, все, кто имя его знает Говорите, о горе, сломан посох могучий, жезл славы А почете забудь, на иссокшую землю сядет жительница Дивона Еще один город Муаве Идет к тебе опустошитель Муава, он твердыни твои разрушит Стой, глядя на дорогу, жительница Аруэра Еще один Окликай беглецов уцелевших, спрашивай, что случилось Опозорен, Муав уничтожен, рыдайте и плачьте При Арноне провозгласите, что Муав разграблен Арнон – это река, наверное, главная река на территории Муава Что свершился суд над Равниной Над Холоном, Яцхоем и Фаатом Вот муавитяне – соседний народ, поэтому все эти географические названия очень хорошо знакомы Над Дивоном и над Нево, над Бет-Девлатаемом, над Кирьотаемом, над Бет-Гамулом и Бет-Меоном Над Кирьотом, Бацрой Нам ничего это все не говорит, но это муавские селения Над каждым городом муавитским и дальним и ближним Рог Муава обрублен, рука его сломана, говорит Господь Рог животного какого-нибудь, быка – это, конечно, символ славы, величия, могущества До пьяна его напоить, ибо против Господа он возносился Пусть в блевотине своей он хлопает руками, пусть он сам посмешищем станет Пьянство в Ветхом Завете – это не только порог, но это и образ унижения Пьяный человек, он отвратителен Вот тот, который, как здесь описано, валяется в блевотине и хлопает руками Это вот образ человека, попавшего в крайнее унижение И со всем народом это так тоже может статься Интересно, что вот поэтому напоить да пьяна – это вовсе не значит угостить хорошенько Устроить веселый праздник – это значит унизить Не Теля над Израилем потешался, будто в воровстве его уличили О нем говорил-то, головой качая Города свои оставьте, сред скал ютитесь, жители Муава Станьте, как дикие голуби, что гнезда вьют над пропастью Тоже понятен образ, да, дикие голуби, они в каких-то уединенных местах Где-то вот в скалистых таких расселенных, чтобы к ним не подобрались земные хищники Вьют гнезда и мавитя, они точно так же должны будут бежать в какие-то неприступные места Муав, в принципе, тоже гористая страна О гордости Муава мы слыхали, о том, как он горд, о высокомерии, его гордости, горделивости, о дерзком его сердце То есть все синонимы, какие только можно на языке оригинала По-русски даже трудно подобрать, так чтобы они были разные переводы Я знаю, говорит Господь, его необузданность, хвостовство его ложь пустая, и дела его ложь Потому о Муаве я плачу, рыдай обо всем Муаве, о людях кирхеры со стенаю Горесней, чем о езере, плачу о тебе виноградник севмы Вот почему он плачет о нем? Смотрите, мавитяне все-таки, хотя и родственный народ, но по большей части враждебный Но Иеремия не испытывает никакого злорадства, никакого стремления сказать Вот, мавитяне, видите, вы с нами воевали, а вам еще хуже будет, чем нам Это тоже люди И Иеремия, при том, что он среди своего народа не находит понимания Еще меньше он может ожидать, что его другой народ услышит Но, тем не менее, он жалеет То, что я бы назвал гуманизмом в нашем мире христианском, в том ветхозаветном То есть, когда человек важен и ценен, вне зависимости от того, свой, чужой Но гуманизм не как противопоставление, веря в Бога Не как человек, как высшая ценность в этом мире, но человек, как вторая ценность после Бога в этом мире Любой, мавитяне в том числе И другой народ, это ведь тоже своя культура, своя красота, своя история Лоза твоя тянулась за море, езера достигала Не очень понятно, что за езер такой и где он конкретно Ну, ладно, какой-то дальней местности Есть один езер, но он не через море Итак, смоку твои, виноградные грозди срывают грабитель Лишилась радости и веселья, земля, мава, сад, цветущий Давиль не я без вина оставил, никто виноград не давит с радостным криком Крик стоит, да не радостный От хишбона до эл-алэ раздаются рыдания Слышны крики до самой яхцы От цара до хоранайма Да и гладши лишеи Ибо его до Немрима иссякнут Немрим, соответственно, некий, наверное, источник, но мы не знаем, где он был Я истреблю в Муаве, говорит Господь, всех, кто в капище приносит жертвы, кто богам своим воскуряет И Иеремия одновременно и проповедует, и оплакивает, да, как он будет оплакивать Иерусалим в отдельной книге «Плачь» «Потому мое сердце, как свирель, а Муаве плачет А люди к Херхересу, мое сердце, словно свирель плачет, ибо все достояние их погибло Головы их обриты, бороды срезаны, у каждого на руках порезаны, а бедра хрубище На каждой крыше в Муаве, на каждой улице слышны рыдания Я разбил Муав, как сосуд ненужный, говорит Господь Плачут о нем у горе, он разбит, у горе Муав обратился в бегство, покрыт позором В посмешище Муав превратился, стал для всех соседей примером страшным А Господу как будто не жалко, Иеремия жалеет, а Господь говорит А я разбил, а мне не нужно больше, да ну его этот Муав Правда, что ли, Иеремия жалостлива Господа? Но ведь здесь вся эта книга, она диалогична, да, то есть он передает слова Господа Как слова гнева и свои слова, как слова жалости Но, наверное, отношения Господа тоже складываются из двух этих составляющих Да, просто Иеремия это все разбивает, как в такой вот театральной постановке Он постоянно с диалогом, в диалоге с Господом, иногда и с теми, к кому он обращается Но Муавитян здесь нет Так говорит Господь Стремится Орел на добычу, над Муавом раскинет крылья Города Муавы будут взяты, крепости захвачены В тот день Муавитские воины затрепещут, словно розвенцы Вогибнет народ Муава, ибо против Господа он возносился Ужас, яма и сети, вот и дело ваш Муавитян, говорит Господь Кто побежит от ужаса, тот упадет в яму, кто станет из ямы выбираться, тот попадется в сети Никакого спасения нигде Ибо я пошлю Муаву год кар, говорит Господь Под сенью стен Хешбона остановились беглецы, обессилев Но огонь из Хешбона вырвался Одно из селений, уже мы его читали Из недра Сигона пламя Сигон это царь, который в этом самом городе был Поэтому вот именем царя назвали еще раз город Чтобы сжечь виски Муава, теми людей-хвостливых Почему виски и теми, мы точно не знаем, но вообще упоминается в Ветхом Завете обычай брить виски Вероятно, некоторые языческие обычаи, которые выделяют муавитян по их религиозной принадлежности Как, скажем, обрезание выделяет иудеев Впрочем, обрезание много, кто практиковал, муавитяне тоже А это вот конкретный какой-то их способ стричься, бриться, чтобы показать, что это именно они Вот поэтому может быть упомянуты отдельно виски Горе тебе, муав, гибнет народ Кимоша, сыновья твои в плен попали, дочери в неволю Но переменю я участь муава в дни грядущие, говорит Господь Маленькая надежда, если бы это было про Иудею и Иерусалим, тут бы было еще столько же А может и больше про то, как потом все будет хорошо Но про муав Иеремия этого не говорит Здесь кончается приговор муаву То есть не все с муавом потеряно, но, надо сказать, почти все Муав не единственная соседняя страна Но, очевидно, Иеремия, она была хорошо знакома и даже чем-то очень дорога Вот он муав оплакивает так, как никакой другой народ А в 49-й мы прочитаем про судьбу некоторых других народов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok